Фарда, привет! Даню Кулаев с вами. И начинаем мы серию видео для того, чтобы помочь вам и вашему бизнесу развиться в конкурентном мире. Мы сделаем три эпизода, три разных эксперта, три вопроса. И вопрос, с которым мы начнем сегодня, это как поднять, узнавать все вашего бизнеса в 2017 году. Первый человек, с которым вы сегодня познакомитесь, является владельцем ресторана, посоветительством с шефом, с первым именем и брендом десятилетней истории. Второй человек, с которым вы познакомитесь, работает в развлекательной сфере, которая устраивает развлекательные мероприятия здесь, в Монреале. Он не только является одним из организаторов юмористического коллектива Giggles, но также является шоуменом, бизнесменом, бывшим чемпионом Канады по шахматам. И сегодня он поделится с вами десятилетним опытом строения своего имени. И напоследок, вы познакомитесь с девушкой-предпринимателем. Мы называем ее Леди Праздник. Леди Зажигалка, оптимистичный человек, 15 лет работает в бизнесе, занимается предпринимательской деятельностью. И она поделится с вами советами о том, как все-таки поднять изнаваемость вашего имени и как создать ваш образ. Поэтому оставайтесь с нами. Первый эпизод. Поехали. Шеф Сергей – это не только выдающийся повар с мировым именем, но и бренд качества с десятилетней историей. Сергей является хозяином успешной сети ресторанов. И в то же время шеф-консультантом для крупнейших франчайзек компаний, владеющих более 150 ресторанами. Даже если говорить не только об ресторанном бизнесе, на сегодняшний день, в 2016 году, мы обязаны использовать любые соцсети. Начиная от Facebook, Instagram, Google, Twitter. Это все затрагивает потенциальных клиентов любого возраста. По моему опыту, да, мы затрагивали даже клиентов, о которых мы и не думали. Та же мама ваша, бабушка, друг, ваш клиент, бывший, будущий, увидя что-то интересное, он поделится с друзьями, он лайкнет. И это перейдет к его другу. И это пойдет по цепочке вплоть до того, до вашего потенциального клиента. Если мы говорим о ресторанном бизнесе, то это дойдет до того, кто ищет ресторан, куда выйти вечером, сделать сегодня рождение, встретиться с друзьями. Если мы говорим о другом бизнесе, об оконном, кто-то ищет окна. Я точно так же нашел и поменял окна дома. Кто-то один из друзей сделал портаж, я увидел, я позвонил, и через три дня я уже менял окна. Это работает на сегодняшний день. Опять же, если мы говорим о ресторанном бизнесе, это витрины, это как вы себя преподносите, обстановка, это та же музыка, это все мельчайшие подробности, которые нельзя упускать. Зарегистрироваться на все социальные сети, которые только возможны на сегодняшний день. Мы говорим о Фейсбуке, мы говорим об Инстаграме, мы говорим о Твиттере, мы говорим о Пинтерест даже, о очень многих других. Ютуб, естественно, самая большая платформа Ютуб. Поэтому, конечно, успех сегодня, узнаваемости вашего бизнеса, либо вашего бренда, это, конечно, присутствовать на всех этих сетях и присутствовать активно, общаться с людьми, подписываться на них, ставить лайки, ставить комменты. Политаналитик, бывший чемпион Канады по шахматам, преподаватель, бизнесмен, юморист, КВНчик, шоумен, и это все в одном человеке. Один из организаторов юмористического коллектива Giggles, Даниэль Голденберг. Шоу-бизнес – это больше развлечение для меня. Больше как бизнес, мы в 2010 году с двумя партнерами открыли шахматную школу Royal Game. И вот школа, как сама в Монреале, просуществовала три года, четыре года даже почти. Потом мы переключились больше на индивидуальный подход и так далее. Сейчас, может быть, новый проект запустим. Но фишка в том, что, вот вернемся к вопросу об узнаваемости, все зависит от твоей клиентуры. Если ты ориентируешься больше на молодых, однозначно, Instagram, Facebook, и, быть может, в зависимости от того, что это местное население или русскоязычное, кто чем больше пользуется. Twitter, скажем. У тебя более взрослого поколения, я не знаю, там, пойди в ВКонтакте, пойди в Одноклассники. Если совсем взрослого поколения, ну, газеты, наверное, но в газеты я больше не верю. Я до сих пор постоянно вижу вот эти пачки русскоязычных газет. Не в обиду будет сказано, там пишут талантливые ребята, профессионалы своего дела. Но вот эти пачки газет, они как приезжают, так мне кажется, они уезжают потом. То есть мне деревья жалко. Ну, то есть это означает, что газеты все-таки не работают сегодня, да? Сегодня нет. Мне кажется, что больше и больше, вот молодое поколение, подрастающее, мы переходим на все paperless, без бумаг. Пускай будут деревья существовать. Ну, как бы все давайте в интернете, в онлайне, имейлом, ну, конечно, не спамить, да? А именно, вот хочет человек подписаться на твой продукт, пускай дает свой имейл, будет получать автоинформацию. Вебсайты тоже уже прошлое. Скорее всего, все-таки соцсети. Я вот реально за соцсети. Просто подбирай ту соцсеть, которая идет к твоей клиентуре. Как вот только что рассказывал. Умеешь петь? Ставь видео на ютубе. Умеешь говорить? Ставь что-то на фейсбуке. Умеешь только пару фраз перекидывать. Твиттер и вот дальше как бы инстаграмм. Фотографируй, все круто, все здорово. Ты фотограф, ну, как бы вот тебе твоя платформа. Все отзаду. То есть, по итогу, социальные сети для развития вашего бренда, бизнеса, самое идеальное. Фейсбук для молодых, инстаграм. Для тех, кто не может говорить. А ютуб для старых, да? Не, на самом деле, ютуб для всех. Но помимо ютуба, ну, вот смотрите, мы говорим о ютубе. А какие же другие видеоплатформы есть? Сейчас, я точно название не помню. У меня с этим. Ну, да, вот мемео, например. В ютубе все, что ты закачиваешь, люди не знают. Это принадлежит ютубу. А в мемео, когда ты закачиваешь, оно принадлежит тебе. И это большая существенная разница. Потому что ты не хочешь, чтобы твой контент, то, над чем ты работал, во что ты вкладывал, принадлежал кому-то другому, кто просто дал тебе туда выложить. То же самое с вашим имелом. Бесплатный hotmail, бесплатный gmail. Ребята, читайте terms. Иногда те вещи, которые вы загружаете, вам больше не принадлежат. Фейсбук ты не можешь никогда удалить полностью. Потому что это принадлежит фейсбуку. То есть вот эта вся вещь, ты хочешь, чтобы то, что ты делал, принадлежало только тебе, ищи платформу. Про имел я не знал. Почему, потому что никто не читает terms and conditions. Так что читайте terms and conditions. Советовал модели года. Второй ключ. Участвовать на всех мероприятиях. Многие из наших экспертов также говорят, что нужно все-таки приходить на мероприятия. Веселиться, давать свои карточки. Обычно, как это все происходит. Но не только это. Нужно показать, какой ты есть человек. Потому что чаще всего у тебя покупает не твой продукт, не твой сервис. А покупает именно тебя. Какой ты человек. Что ты принесешь им. Что ты именно им покажешь. Что твой бизнес, твой продукт, твой сервис принесет. Елена Богданова. Она же леди праздник. Организатор и ведущая всевозможных мероприятий, свадеб, юбилеев, детских праздников. Актриса музыкального театра «Блеск». Первое, я считаю, что это все-таки качество человечности твоей. Вообще, какой ты человек. Первое, это нужно быть открытым, общительным человеком. И мы не забываем о том, у кого какой бизнес, кто чем занимается. В моем случае, это тем более, что я должна быть узнаваема. Поэтому я должна общаться очень много с людьми. Но проблема нашей узнаваемости, даже не проблема, а как сделать, что мы были узнаваемы, это не связи какие-то, да, это не деньги. Совершенно нет. Самое первое, что должно, это должно быть то, что ты должен быть всегда на виду. Люди должны тебя видеть. И в первую очередь, это даже вот эта банальная реклама на столбах. Участие в каких-то разных мероприятиях, шоу, не получание за это денег, а просто таким вот благотворительностью заниматься. Чтобы люди тебя видели и понимали, чем ты занимаешься. Я вот думаю, что это очень-очень важно. И отсюда появляются связи. Тебя видят, тебя зовут. И говорят, а кто это, а что это. Ну, в общем, надо быть просто интересным, любить жизнь, дарить людям. Такую вот радость какую-то, которая требуется от меня, почему я и Лизе праздник. Вот, восхищать и веселить. Каждый человек, который имеет бизнес, он должен находиться всегда в группе людей. В каких-то мероприятиях. Говорить о себе. Дать понять, какой ты, кому ты нужен, найти своего клиента. Новая фишка, кстати, да. Вот именно в 2017 году эта фишка просто взрывает интернет. Это выходить в лайв. Если мы говорим в лайв, выходить каждый день. Сейчас кто-то скажет мне, о, блин, каждый день, ты че, я не могу, у меня настолько на это времени нет. Я не говорю вам выходить 2-3 часа. Нет. Выходите на 5 минут, 6 минут. Давайте людям понять, что ваш бизнес дышит, что у вас бизнес живет. Вы продаете продукты, сервисы. Вы живете. Ваш бизнес двигается. Он растет вверх. На этом мы закончим сегодняшний наш первый эпизод. Ждите во втором эпизоде на следующей неделе. Связи или деньги? Что же важнее в 2016 году? Следите за нашими властями. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Расскажьте своим друзьям. И увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok